Здравствуйте, в эфире наша программа Consumer 3.0, в студии ведущая Катя Шинец. А в гостях у нас сегодня Антон Стракович, руководитель IT-службы компании Роснефть, советник президента. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Катя. Сегодня то преимущество, которое цифровые технологии дают бизнесу и руководителям, это информация. Правильная и грамотная работа с информацией может сделать бизнес эффективным. Об этом мы сегодня говорим в нашей программе с Антоном на примере компании Роснефть. Прежде чем мы уже будем говорить о подробностях, давайте начнем нашу программу с того, что вы расскажете о вашей роли в компании, вы возглавляете IT-службу, что входит в ваши обязанности, чем вы занимаетесь. Добрый день еще раз всем. И вам, Катя. Здравствуйте, Антон, еще раз. Я возглавляю направление IT, как вы уже сказали, и основной задачей, конечно же, вижу, это прежде всего развитие компании. IT-технология – это такая история, которая может, с одной стороны, обеспечивать достаточно такие базовые вещи, с другой стороны, понятно, что в современном мире это может быть таким очень-очень хорошим, таким активным двигателем. Поэтому, на мой взгляд, у нас достаточно простая задача, с одной стороны, с другой стороны, она очень интересная – это развивать компанию. Мы сегодня будем говорить об информации. Что такое информация? Давайте определимся, что вы понимаете под этим словом. Ну, мы будем говорить об информации сегодня, наверное, потому, что нашей целью, собственно, и даже где-то миссией службы IT мы видим как развитие информации. Потому что, когда я пришел в компанию, это было, ну, уже больше, чем полтора года назад, был очень интересный диалог с первым лицом компании, с Игорем Ивановичем Сечным, который давал некие установки, как он видит службу IT, что он видит, как она должна развиваться. Так вот, из всех разговоров и там всех дискуссий действительно через какое-то время осталось одно слово – это слово информация. И стало понятно, что такой нашей основной задачей и вообще, наверное, даже целью – это обеспечение компании простой, понятной, доступной, своевременной информацией. Ну, это делают все компании. Это делают все компании. Вопрос, как они это делают. Потому что, что такое для нас информация – это продукт. Продукт, соответственно, делают люди, которые не просто, значит, должны передать информацию из одной точки в другую, но и сделать так, чтобы она работала. Прежде всего, естественно, так как мы начали с информации для управления, мы сейчас говорим об управленческой информации. Управленческая информация, она поднимается с, в нашем случае, дочерних обществ компании и идет наверх для принятия решений. Ну, простой пример, да, любой руководитель, принимая решение, особенно если это топ-менеджер, он дает задачу и говорит о том, что «соберите мне информацию для принятия решений». То, что происходит чаще всего в компании – это разные люди приходят с разными ответами к этому руководителю. И при этом понять, какой ответ правильный, какая информация правильная, очень сложно. Поэтому мы видим свои задачи, прежде всего, это то, чтобы руководство компании, топ-менеджеры достаточно правильно принимали решения, исходя из той информации, которая есть. То есть вы выстраиваете какую-то среду, в которой информация как-то более прозрачно идет? Или как это происходит? Мы прежде всего выстраиваем процесс. Основной критерием процесса – это достоверная, своевременная информация. Сейчас мы работаем над продуктом, он уже используется, причем тоже интересный момент, что продукт создавался сверху вниз. То есть мы не говорили очень много о том, где и какую информацию взять. Мы сразу пришли к руководителю компании, к топ-менеджерам и спросили, какая информация вам нужна. Когда мы получили вот эти основные пункты, как и что собирать, мы создали такой базовый продукт, который у нас называется президентский мониторинг. Этот продукт сейчас стоит у всех руководителей компании, и фактически из этого продукта руководители компании берут ежедневную информацию. Насколько эта программа идет дальше вниз по уровням руководителей и по отделениям? Или это только на высшем уровне находится? Нет, безусловно, чтобы собрать пример, что находится в этом продукте. Этот продукт имеет всю необходимую управленческую информацию и финансовую в компании. В этом продукте собрана вся информация по добыче, по переработке, по реализации нефтепродуктов, по своевременным работам, по бурению и вся финансовая информация. То есть в любой момент 24 на 7 руководитель может нажать на кнопку и получить информацию? Да, именно эта идея была в том, как управлять компанией. При этом мы понимаем, что система огромная, потому что компания «Роснефть» – это сотни дочерных предприятий, территориально распределенных по всей стране, а сейчас уже и за пределами страны. Поэтому иметь постоянную информацию в каждой точке, что происходит в компании, на самом деле достаточно сложно. Это актуальная информация? Это актуальная информация. Она, конечно, разделяется на информацию в онлайн-режиме, например, суточная добыча. Вы можете видеть действительно добычу с тех или иных скважин. Но это есть и отчетная информация, то есть управленческая, которая идет по отчетным периодам, закрытие периода и так далее. Опять-таки такие системы есть, они есть и промышленные софты есть на этой, и самописные программы есть. Чем ваша программа отличается от других? Дело в том, что наша программа не столько идет, как программа или система. Мы, прежде всего, подозреваем продукт. Наш продукт отличается, наверное, тем, что мы стараемся, чтобы этот продукт был создан для руководителя, чтобы руководитель им пользовался. Потому что то, что мы имеем на примере ряда компаний, мы знаем, что созданы системы, но основная проблема, как их используют топ-менеджеры. Наверное, у каждой компании есть обязательно такая система отчетности информации. Да, для того, чтобы этот продукт стал живым и он использовался, мы, скажем так, провели целое большое обсуждение с топ-менеджерами и компаниями, как удобно его использовать. И как пример, сейчас на большинстве встреч руководства компаний мы оперируем уже не бумажными носителями и там особенной информацией, а реальной этой системой и смотрим показатели из этой системы. То есть получается, что вы создали новую среду, в которой новые правила игры по управлению компанией, так? Я бы сказал, наверное, ключевое отличие продукта, о котором мы сейчас говорим, в том, что это не система, которая внедряется. И потом под эту систему мы пытаемся найти какие-то правила, как все работает и так далее. А это фактически среда. Мы говорим о новом таком процессе открытого и прозрачного получения информации. Вот это ключевое. И тот момент, что эта среда обсуждается непосредственно с руководителями компаний, и они говорят о том, что им необходимо для получения той или иной информации, вот это, наверное, такое принципиальное отличие от типовых систем. Потому что мы действительно видим на рынке много коробочных продуктов, которые в любом случае являются продуктами, созданными людьми с какой-то целью. Вопрос, кто их создавал и с какой целью. Нам очень важно, чтобы тот продукт, который мы создавали, создавали люди, которые отлично понимают контекст самого продукта и для чего он делается именно в нашей компании. И дальше это каскадируется уже потом вниз. Дальше это каскадируется вниз. Нашей задачей, как раз на этот год, стало это вовлечение всех руководителей дочерних обществ, ну ключевых, потому что всех, это мы говорили сотни, мы сейчас говорим о десятках ключевых дочерних обществ, в тоже работу с этим продуктом. Интересно спросить вас про интерфейс. То есть я понимаю, что с точки зрения логики и бизнес-процессов вы выстроили эффективную среду. А для того, чтобы это было удобно, еще интерфейс должен быть, опять-таки, удобным, в две кнопки, должно быть все красиво. Это гибкая система? Она подстраивается под запросы, под разные? Ну, это такой действительно вопрос в точку, потому что как раз мы сейчас находимся на стадии переосмысления продукта и интерфейса. Почему? Потому что продукт начинался очень просто. Ключевые руководители компании, президент компании попросили нас о том, чтобы мы создали определенные показатели и их мониторили. Сейчас уже вот таких направлений в этом продукте больше 50. Более 50 разных модулей, так или иначе, за разными сферами мониторинга по всей компании. То есть этот продукт развивался последовательно. Когда мы сейчас посмотрели на этот продукт в целом, мы видим, что, конечно, уже достаточно он сложный получился по навигации, по удобству пользования. Поэтому вот сейчас, прямо в моменте, мы стоим перед задачей упростить этот продукт, сделать его с интуитивно понятным интерфейсом и достаточно простым в использовании. Вы используете какие-то промышленные софты для того, чтобы сделать хороший интерфейс красивый, или вы это будете сами писать? Ну, тут, если мы говорим про интерфейс, это скорее не вопрос технологий, а это скорее вопрос такого удобства и дизайна. А софт, который мы используем, это достаточно стандартные, уже разработанные системы, которые есть на рынке. Тут ничего как раз в технологиях сложного нет. Тут как раз вопрос в том, чтобы бизнесу было удобно управлять бизнесом. И взгляд руководителя, то, как ему комфортно и удобно получать информацию. Каким образом ставятся приоритеты в разработке этой среды? Ну, прежде всего, мы, как мы и сказали, мы идем с точки зрения первоприоритетной управленческой информации компании. Но сейчас у нас, вот для примера, уже есть и такие направления, как, например, там, мониторинг социальных программ, мониторинг, развитие, там, объектов, не обязательно, там, первого приоритета, да. Мы включаем в эту систему те модули и ту информацию, которая запрашивается, и необходим тот менеджмент. Можно ли сказать, что там через несколько реакций можно было одну кнопку узнать, что происходит на заправке в таком-то округе или удовлетворенности клиентов? Ну, учитывая наше количество заправок, там, больше двух с половиной тысяч, да, конечно, на каждой заправке я не уверен, что вы можете получить такую информацию, но это правда в том, что система развивается, и целью ее стоит действительно максимальный охват компании с точки зрения управления. То есть для того, чтобы руководители компании и руководители департаментов имели всю информацию? Конечно, да, ну, потому что, еще раз, цель системы – это получение достоверной своевременной информации. Спасибо за первую часть программы. Мы узнали, что при разработке информационной среды главное – это идти от практики и идти от запросов бизнеса, и уже потом выстраивать эту систему. И здесь важны не столько сами технологии, сколько люди, которые понимают и ту, и другую сторону медали. Сейчас небольшая рекламная пауза, и после нее мы вернемся и продолжим эту тему. Еще раз здравствуйте. В эфире наша программа «Консюмер 3.0» в студии по-прежнему ее ведущая Катя Шинец и наш гость Антон Стракович, руководитель IT-службы компании «Роснефть», советник президента. Антон, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. До перерыва на рекламную паузу мы говорили о том, что для построения информационных сред важны не только технологии, но и люди, которые бы понимали и IT, и бизнес. Давайте мы сейчас об этом пообщаемся. Прежде всего, естественно, это касается IT-департамента. Расскажите, про что роль IT-департамента в построении эффективной информационной среды. На самом деле, такой действительно вопрос. Вопрос достаточно интересный с точки зрения… Вообще вопрос типовой. Да, роль IT-департамента в компании, тем более крупной компании, тем более сырьевой, где, в общем-то, IT никак не является коробизнесом. Но, на мой взгляд, важно не столько, что именно тот ключевой IT-департамент, сколько роль команды. Дело в том, что с самого начала моей работы в компании мы действительно определили, что команда IT, она не просто находится на таком достаточно первом уровне управления, потому что я действительно подчиняюсь непосредственно президенту компании, но и играет достаточно большую роль в построении компании, в, как мы уже сказали, обеспечении компании информацией. Обычно IT – это какой-то внутренний сервис, то есть обычно IT не лидирует. У вас это иначе? Дело в том, что, на мой взгляд, важно не то, что это IT или не IT, а важно то, что IT – это один из инструментов, достаточно причем сильный, серьезный, с большими возможностями развития компании. Вопрос использования этого инструмента. И когда мы говорим о команде, когда мы говорим о, не знаю, настрое людей, тут очень важно, что люди настроены развивать компанию, приносить компании больше, чем просто IT-поддержку. Действительно, в первой части мы говорили о построении среды, которая в вашей компании отличается от того, что есть на рынке, именно тем, что технология, софт, система сделала новую среду работы. То есть действительно непосредственно влияет на бизнес. Где взять людей, которые могут это построить? У нас в команде есть такое волшебное слово «контекст». Дело в том, что действительно на регулярной основе мы встречаемся, я провожу ежемесячно планерки с достаточно большим количеством руководителей, до сотни руководителей, включая региональные подразделения, которые подключаются на видеоконференц-связи, на которых мы обсуждаем, что происходило за последний месяц. Чаще всего обсуждаются ситуации с встречами, поездками, обсуждениями, которые проходят с президентом компании. Очень часто обсуждаются новые проекты компании, которые при первом приближении к IT никак не относятся. Это очень важно понимать, чем живет компания, какой контекст компании. Очень интересный пример, если мы вернемся к нашему программному продукту, вот этому президентскому мониторингу. Когда мы его создавали, основной проблемой стало это донести до наших людей, до тех, кто его создает, до разработчиков, идею, как и какая информация должна поддаваться. Где найти людей, которые могут понимать и IT, и бизнес? Вот это хороший вопрос, потому что мы действительно упустили такой очень важный момент, собственно, кто и как создает эту систему. Потому что действительно люди, которые не понимают, собственно, что происходит и для чего делается эта система, им очень сложно попасть очень точно в тот продукт, который необходим. Мы сейчас очень много тратим времени на то, чтобы наша команда действительно обладала пониманием и контекстом происходящего. Вот это вообще слово «контекст» — это для нас сейчас такое очень важное слово, которое понимает уже достаточно большое количество и руководителей, и сотрудников. Если я правильно понимаю, это установлено на планшетах и на мобайлах, да? То есть это для того, чтобы руководители могли в любой момент этим воспользоваться? То есть информацию нужно еще подать красиво, удобно? Действительно, это тоже такое, может быть, скорее упущение, потому что об этом надо было с самого начала сказать, что эта информация, она прежде всего мобильная. И в этом удобство то, что вы и спросили, да, что здесь и сейчас мы можем иметь 24 часа в сутки информацию о том, как работает компания. Вот вы как-то нанимаете специальным образом этих людей, которые могут осознать IT-бизнес, или вы используете подрядчиков, которые могут работать в обеих сферах? Дело в том, что, как я уже сказал, это организация команды. Когда я говорю «организация команды», прежде всего, естественно, я подразумеваю часть команды, которая находится внутри компании «Роснефть», но включая нашу большую компанию внутреннюю, у нас так устроена IT-служба, что большая часть сотрудников, подавляющее большинство, находится в компании нашей дачальной «Ренинформ». Но это тоже часть команды IT «Роснефть». Прежде всего, это люди, которые создают и такие, и подобные продукты. Также наряду с нашими сотрудниками мы сейчас говорим и о рынке. Рынок IT-систем привык быть достаточно традиционным. То есть создается продукт, он ставится в ту или иную компанию и дальше развивается. Мы сейчас действительно стараемся как-то обновить отношения с рынком, тоже вовлечь рынок и компании, которые находятся на рынке, в тот контекст, который необходим компания «Роснефть». У вас новые достаточно требования для рынка. Вы находите себя в компании партнеров, которые вас понимают? Я бы не сказал, что они новые. Я бы сказал, что они достаточно труда и ресурсозатратные. Потому что одно дело – это продажи, коробки, продукты, железки. А другое дело – это создание чего-то, что имеет определенный смысл. Поэтому действительно мы сейчас стараемся создать максимальные условия, привлекаем компании. У нас есть очень позитивные примеры. Действительно, есть несколько компаний, которые приходили к нам на фактически безвозмездной основе с тем, чтобы показать возможность своих продуктов. Они приходят к нам, ставят те или иные продукты, мы смотрим, изучаем, ими пользуемся. И понимаем уже те или иные качества этого продукта и как стратегия его внедрения. Дальше действительно уже происходит тендер, где мы можем пригласить максимальное количество компаний для внедрения того или иного продукта. Тут важно, я так понимаю, чтобы подрядчики не только могли хорошо работать с технологиями, но и уметь разговаривать с бизнесом. Как я уже сказал, для нас сейчас вот эта часть коммуникации и часть понимания того, что происходит – это крайне важная сторона вопроса. Можно ли сказать, что у вас изменилась культура компании? – Мы можем сказать, что вот эта история с внедрением вот этой системы, с ее развитием, с запуском нового процесса, она находится на нескольких стадиях развития самой компании. Потому что вначале, когда вы запускаете подобный продукт, у вас идет каскадирование этой системы до уровня дочерних предприятий, рабочих на этих дочерних предприятиях, которые понимают, что теперь по запросу руководителя из центра им действительно необходимо предоставлять ту или иную информацию. И они начинают думать о том, что… – Сейчас, немедленно, здесь и сейчас, потому что кнопка на планшете у руководителя сейчас. – Да, она есть, есть запрос, необходимо эту информацию обеспечить. И вот под воздействием этого запроса эта информация обеспечивается. – Дальше вторая стадия – это когда система выросла, система охватывает уже все регионы. И мы понимаем, что на каждый регион мы каждый момент запрос не создадим. Но те или иные сотрудники на предприятиях видят, что у этой системы есть возможность в любой момент посмотреть в той или иной точке компании, что происходит. При этом они точно не знают, в какой момент, какие показатели, кто посмотрит. Начинается вторая фаза, когда у них есть понимание, что могут посмотреть, поэтому надо делать правильно и работать по-другому. И третья фаза – это когда сотрудники уже просто привыкли работать так, и не потому что есть запрос или не потому что могут посмотреть в любой момент, а потому что это уже другая культура производства, другая культура работы компании. Поэтому мы сейчас действительно находимся на некой первой фазе. Но учитывая то, что компания большая, она разнородная, я бы сказал так, в разных регионах мы находимся на разном уровне, на разной фазе. – Антон, вы являетесь руководителем службы IT, одного из крупнейших бизнесов в мире, можно так сказать. Можете ли вы из вашего опыта работы с руководителем департаментов и руководителями компании сказать какие-то, может быть, ключевые вещи, на которые необходимо обращать внимание в построении информационных сред и в работе с информацией? – Дело в том, что, на мой взгляд, ключевое в этом вопросе не то, что я являюсь руководителем службы IT, а то, что я являюсь руководителем, одним из руководителей этой компании. Потому что, на мой взгляд, ключевое в работе любого руководителя это, собственно, понимание того, что необходимо компании. А IT – это уже инструмент. На самом деле, с одной стороны, это достаточно популярная и банальная вещь, что надо быть ближе к бизнесу, надо смотреть на то, что необходимо к бизнесу. Но вот именно это работает. Работает именно то, что твои сотрудники, твоя команда, команда твоих подрядчиков, они все понимают цель, они понимают тот результат, который необходим компанию. При понимании результата, при понимании действительно, как и какими средствами необходимо развивать компанию, уже инструменты, они применяются. И такие инструменты, как IT, с действительно большим, огромным набором технологий, с возможностями и рынка, и теми инновациями, которые уже созданы, в том числе и для нефтяных компаний, они могут применяться по мере понимания того, что необходимо компании. Поэтому, отвечая на вопрос, на мой взгляд, ключевое – это очень плотное взаимодействие с командой руководителей компании и командой сотрудников компании, которые, собственно, ставят перед собой цель развивать компанию, делать ее более эффективной, прозрачной и компанией, которой действительно мы могли бы гордиться. Антон, большое спасибо за беседу. Очевидно, что для построения эффективной информационной среды необходимы не только знания технологий, но и люди, которые разделяют задачи и цели построения эффективного бизнеса, что мы увидели на примере вашей компании «Ростнефть». В эфире была программа «Консюмер 3.0», в студии ее ведущая Катя Шинец. В гостях у нас был Антон Стракович, руководитель IT-службы и советник президента компании «Ростнефть». До свидания. Спасибо всем большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин